С сопровождением дружинников мы закрашиваем надписи. Люди с баллончиками краски. Их иногда путают с вандалами, но их цель не хулиганство, отпор наркотика. Волонтеры штаба Стопнаркотик проводят беседы со школьниками, помогают полиции и закрашивают рекламу сомнительных сайтов. Как правило, по ссылкам на стенах предлагают стать закладчиками, купить вещества. Таких объявлений только по Барнаулу десятки. И раньше закрашивали именно фасады здания просто черной краской на белом, допустим. Когда я пришел работать, была такая идея сделать трафареты, допустим, занимающихся спортсменов. То есть там гиревик, спортсменка и так далее. То есть это такой большой трафарет, на который накладывается на надпись, и мы закрашиваем. Иногда надписей прямо много, и они, скажем так, например, обещают очень много молодым людям. То есть большие деньги за работу. Акция Стопнаркотик сама по себе не нова в Барнауле. Когда-то на это общественники даже получили губернаторский грант. Но недавно волонтеры этого движения появились в восьми городах Алтайского края. Среди них Бийск, Крупцовск, Камень-на-Бий и не только. И почти в каждом городе только за один раз волонтеры закрашивают 25-30 запретных надписей. У нас есть группа ВКонтакте Стопнаркотик Алтайский край. Для каждого жителя города Барнаула или из перечисленных городов, или в принципе любой житель Алтайского края мог зайти в нашу группу, написать анкету, которая там есть, и может пожаловаться, допустим, что у него очень много рекламы, допустим, на хорсатах зданий. Или там, допустим, даже могут писать нам с тем посылом, что, допустим, правоохранительные органы плохо работают. Каждый раз, говорит Иван, писатели на стенах придумывают новые способы привлечения внимания. Реклама наркотиков эволюционирует. И каждый раз, когда волонтеры стирают запретные надписи, они появляются снова и снова, как грибы после дождя. А значит, у штаба Стопнаркотик в каждом городе Алтайского края всегда будет работа. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. День с толком.